Шутки, смех и дух соперничества. Команда КВН-сборная НАУ приняла участие в ежегодном фестивале Кевин в городе Сочи. О том, что такое настоящий КВН, что он значит в жизни веселых и находчивых, расскажет моя коллега Екатерина Дементьева. Невероятный реквизит, костюмы, танцевальные номера. На что только не готовы КВНщики ради яркого выступления на ежегодном фестивале Кевин. Ведь здесь решается судьба команд на следующий сезон игр. В погоне за эффектом неожиданности для команд нет ничего невозможного. Даже вывести на сцену настоящего оленя, как это сделала наша команда. Каждый январь команды приезжают в город Сочи на фестиваль за шансом играть в самых известных лигах – центральных, официальных и телевизионных. Но для того, чтобы сбылась мечта каждой команды, и она попала, как говорят в этих кругах, в телевизор, нужно пройти непростой путь. Короче, выходим через семь команд. Чаще всего студенческие команды, для которых и придумывалась игра изначально, за годы участия в разных лигах заканчивают учебные заведения, обзаводятся семьей и становятся востребованными специалистами. Однако желание прийти к мечте сильнее любых жизненных обязательств. КВН в студенчестве – это одно. Когда сейчас КВН – это уже прям какой-то не КВН, а прям работа. Это прям работа, которая не приносит каких-то материальных благ, но работа, которая приносит какое-то, наверное, душевное, духовное богатство. То есть где-то что-то внутри. Сильнейшая зависимость. Вот именно вот эта игровая – это прям огромная сильнейшая зависимость. Прям как будто болезнь. Многие спрашивают, зачем вы играете в КВН, если вам за это никто не платит денег. Ребята, вам это нужно? Ну, я на этот вопрос, наверное, никогда не смогу найти ответ. Я всегда всем говорю, что для меня КВН, наверное, какая-то там, если прям работа, то это, наверное, работа на перспективу, что-то на будущее, в дальнейшем как-то раскрыться. Обязательный этап фестиваля – первый тур, в котором перед именитыми редакторами разных лиг показывают свои выступления все зарегистрированные команды. От участников выше и премьер-лиг до команд, которые только начинают свой КВНовский путь. Всего их в этом году было более 470. Все игровые дни участники фестиваля наблюдают за командами на сцене. Либо в самом просмотровом зале, выстраиваясь в очередь и сменяя друг друга, либо у экранов с прямой трансляцией. По итогам четырех дней выступлений в режиме «Нон-стоп» редакторы выбирают порядка ста команд. На их взгляд, более перспективных и веселых для участия во втором туре. В этом году и наша команда впервые смогла получить возможность показать свое выступление Александру Васильевичу и Сан Санычу Масляковым. Это непередаваемое ощущение, когда над твоими шутками смеется сам Масляков. Это очень классно. И прямо в этот момент ты как будто открываешь какое-то второе дыхание. Сейчас команда КВН-сборная НАУ ждет судьбоносного решения по итогам выступления во втором туре. Ведь для каждого причастного к КВНу это не просто игра. Это целая жизнь, ради которой они готовы пожертвовать многим. Порой идя к своей цели долгими годами. Екатерина Дементьева специально для телеканала «Северн» город Сочи, Краснодарский край.